И таким чином у нас законодавство стало таким самым, як во всех цивилизованных краинах света, в Европе, хотя многие бы разбиты за свободу подняли так само, как уже ва терминологию, нават не крыковой. Але справа не в этом. Коли мы кажем про национальную идею, я хотел бы все ж таки вернуться. В эту идею наш народ выпрацвал давным-давно, и дякочи тому мы так... Вот есть хорошее белорусское слово «сумовье». Вот мы в этом «сумовье» живем. Нам не важно, отк культы, а бы человек был добрый. То есть самое важное, что есть в Беларуси, самая наша великая каштовность, за якой традицией стагодзел, стагодзел мирного осуществления на одной земле. Мы – политичная нация, незалежно от того, який у нас разрез в очей, хто у нас протки, откуда они приехали, для нас у всех в Беларуси наш один дом. И там в самом агульном, простом вымере, национальная идея, незалежность – это и есть национальная идея Беларуси. Ну и я в свой час пропоновал таки слоган «Беларусь для Беларуси, Беларусь для мира». И самая важная наша задача – это не просто покуть и, скажем, призба какая-нибудь. Самое важное, чтобы мы стали важнейшим сердцем усю Евразии. Тому, минавито в этом сенсе, коли будут познавать и наши драники, и наши машины, и наши компьютеры, наши IT-технологии познают уже во всем свете, вот в этом сенсе есть еще один слоган – «Беларусь от Балтики до Тихого океана», как сумма сенсов, как центр сборки Евразии, как самая великая краина нашего континента. Иосиф, ты опять не сгоден. Спасибо. Давайте дадим слово представителям региональной прессы. У нас здесь присутствуют представители всех областей. Вот Брестскую областную газету «Заря» вижу. Много прозвучало межгосударственных вопросов. Хотелось бы немножко преломить их на региональный уровень. Александр Григорьевич, говоря о развитии регионов, большое внимание в последнее время уделяется привлечению инвестиций. Это вполне оправдано, потому что привлечение инвестиций – это сегодня новая инфраструктура, новые предприятия, новые рабочие места, что весьма актуально. Что, на Ваш взгляд, сегодня надо сделать, чтобы совершить качественные правила привлечения инвестиций, чтобы активизировать этот процесс на региональном уровне? Вы знаете, уже в последнее время для этих инвестиций такие условия создали, что я даже не знаю, что еще можно добавить. Наверное, уже никто и не просит инвестиций, если речь идет о тех регионах, которые нам хотелось бы развивать прежде всего. Это малые города, сельская местность и так далее. Мы там уже такие условия создали, что иногда задаешься вопросом, надо ли нам такие инвестиции. Потому что мы оттуда государство для бюджета и прочего вообще ничего не получает. А люди, когда не требуешь с них вот 500 этих долларов, ну, гроши получают, работая там у этих инвесторов. Поэтому я не знаю, что можно еще добавить в плане инвестиций. Ну, вот Ярослав говорил, что налогами задавили. Ну, мы разберемся, что там где-то налоги какие-то. Я не думаю, что проблема с тем, что надо создать какие-то дополнительные условия, чтобы инвесторы пришли. Нет проблем. Ну, если ты хочешь, пожалуйста, в Великий Камень. Там не только мы приветствуем китайцев. Там вообще никаких налогов нет. Айтишники подоходный налог платят. Вот здесь тоже говорили про этих айтишников. Не все тоже святые. Мало того, что хорошую зарплату получают, налоги платят только подоходный налог. Так еще начали с компаниями, которым услуги оказывают за границей, открывать счета, карточки и прочее. И они им там сбрасывают на карточки деньги. То есть начали уже в конвертах зарплату получать. Вот вам и айтишники. Поэтому мы уже скандал не поднимали. Я поручил председателю Следственного комитета поехать туда, собрать их. Люди же не глупые. И предупредить их, ребята, прекратите шалить, потому что мы так будем смотреть-смотреть. И поставим вас в ряд со всеми. Чем вы отличаетесь, великие айтишники? Создали уже такие условия, пожалуйста, иди войти, только подоходный налог, зарплаты там. Иди в Великий Камень, там тоже никаких практически налогов нет. Аж на 10 лет, через 10 лет только половину будешь платить. Хочешь в сельской местности создавать в малых городах, иди, там те же практически условия. Я уже не знаю, какие еще дополнительно можно создать условия для привлечения инвестиций вообще. Не только иностранных, но вообще. Если надо решить какой-то вопрос еще, ну, наверное, в чем-то есть смысл, но тоже торопиться не надо. Все хотят еще и частную собственность на землю. Не созрели пока мы для этого. Не надо торопиться. Тем более, это же не проблема, ну, отдаем в аренду на длительный период. Пожалуйста, иди работай. А, вот частная собственность. А в чем отличается аренда от частной собственности? Вот частную собственность никто не отберет. Да бросьте вы. Если вы нарушите закон, у вас отберут и вашу собственность. У нас же конфискация имущества по закону определена. А чем отличается земля от некого другого имущества? Поэтому не в этом дело, не зацикливаться надо нам на этом. Все для того, чтобы жить и работать справедливо и честно у нас есть. Если ты взял землю для сельхозназначения в аренду, занимайся сельским хозяйством. Если ты эту землю взял для проусадебного участка и обслуживания дома, пожалуйста, строй дом и занимайся этим. Только не ври. Я не могу допустить того, как это в России. Куда не кинь глазом пустующие участки. Я уже рассказывал, как-то с Путиным летели на вертолете. А это что, 400 гектар земли. А это, говорит, кто-то выкупил. Так а почему бурьян? А на том поле нас в советские времена с Середичем учили. Как? Передовым технологиям нас обучали, как выращивать там овощи и фрукты. А сегодня 400 гектар пустой. Я говорю, почему? А это, говорит, выкупил частник. Так почему он не занимается там сельским хозяйством? Так, наверное, не для сельского хозяйства. Хорошо, тогда почему там не построены особняки? Почему земля пустует? Вот это меня больше всего беспокоит. Это одна из хороших причин того, что у нас земля ухоженная. Все едут и завидуют. Да, распахано. Не совсем пока еще мы по культуре земледелия далеко шагнули. Но, тем не менее, многое уже сделали и отличаемся от наших соседей. Поэтому я, честно говоря, даже не знаю, что еще можно сделать для инвестиций больше. Ну, давайте поработаем, посмотрим, может что-то где-то вылезет в жизни. Но мы недавно этим вопросом занимались, опять же, с подачи наших экономистов, предпринимателей. И мне казалось, что мы приняли исчерпывающие меры для того, чтобы инвестировать и заниматься здесь бизнесом. Единственное, вы только не жалуйтесь, вот бизнесменам хочу сказать, что вот нас кто-то там на нас наехал и задавил. Вот если вы об этом не напишите, и Лисередич на первой странице просигналит, разборки будут жестокие. Только вы этого не бойтесь. Вы напишите об этом, потому что я думаю, что, наверное, где-то это может быть. Но, опять же, у нас совершенно другая политика. Но если это будет, доведите это до меня. Каким-то образом. В интернете сейчас же много. Но не бойтесь этого. Доведите, разберемся. У меня для этого власти достаточно. И есть люди, которые поставят любого в стране на место за наезды, за рейкет. Вот этого я боюсь больше всего. А так надо проходить, работать. Нужны просто знания, стремления, умения, ну и деньги. И деньги. Ну вот сейчас ведем переговоры, и может уже и закончились, с Китайской Народной Республикой. Мы хотим привлечь, речь шла, аж 700 миллионов долларов для малого-среднего бизнеса специально, чтобы им инвестировать. Я уже, так это можно сказать, лицом повернулся сильно к малому-среднему бизнесу. После того, когда Румусу Сергею поручил, когда он был в Агробанке, по-моему, я ему поручил вот эти эко-деревни, агро-эко-туризм и так далее. И мы сегодня имеем больше трех тысяч таких вот, как они называются, участки, деревни, усадьбы. Да, усадьбы. И вы знаете, он меня удивил, говорит, все деньги, которые мы им дали в кредит, они возвращают самый честный налогоплательщик, это самый честный плательщик по кредитам. Я говорю, ну если так, тогда давайте поддержим и по другим направлениям. Малый и средний бизнес. Поэтому, я думаю, мы договоримся и какую-то сумму, может не сразу 700 миллионов по потребности, мы будем специально выделять под какие-то проекты. Семейный бизнес, еще там в гараже кто-то что-то сделал и так далее, пусть регистрируется, честно работает. Вот здесь-то что-то, может быть, мы не доработали. А так, в общем, условия нормальны. Но вы должны понимать, что любой бизнес должен приносить пользу не только вам, человеку, который инвестирует, но от этого же государство что-то должно получать. Поэтому уж совсем государство не надо раздевать, что там ни налогов, ничего не должно быть. Вот мы какое-то счастье приносим. Айти, почему я согласился на Токена? Я хотел, чтобы вот разумных людей в стране было побольше. В том числе и в Айти-сфере, поскольку это большая перспектива. Поэтому я согласился, мы вокруг них там бегали, строили и сейчас строим, помогаем их. Ну, мир в этом направлении развивается. Не хотелось бы упустить нам вот это направление, чтобы оно исчезло из нашей страны. Потому что у нас и люди толковые, готовые в этом плане работать. И время показало, да, действительно. А, в общем-то, если посмотреть, я не думаю, что вот эта Айти-сфера, хоть там экспорт, говорят, очень высокий, 600 миллионов долларов и прочее. Ну, вы же понимаете, приходят компании иностранные к нам, заказывают какой-то продукт, они делают, отдают этой компании, им там зарплату платят и прочее. Ну, многое государство здесь не имеет. Но по мозгам, по потенциалу, по развитию людей, то, что у нас эта сфера развивается и она воздействует и дает эффект другим сферам, это факт. Это, когда принималось решение, я клюнул на это. У нас с комментарием или с вопросом вот руководитель агрокомбината СНОВ. Добрый день, Владимир Александрович. Все присутствующие. Градаман Николаев. Лучшее сельхозпредприятие в стране было, а сейчас одно из лучших. То есть мы в некоторых хозяйствах его пытаемся догнать, и уже кое-кто догнал. Но это светило наше. Градаман Николаев, руководитель СПК агрокомбинат СНОВ, председатель Агропромсоюза Республики Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич, я хочу подступиться к той теме...